Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна, и мое сегодняшнее видео будет о покупках из магазина FixPrice. Как и обещала, наверст вы упущенная, потому что до этого долго туда не ходила. Кто не знает, покупки я совершаю в городе Челябинск. Сегодня я была в магазине на Чечерина 37B. Купила много новиночек, много хотелочек. Давайте обо всем по порядку. И первое, что я хочу показать, это вот такой детский пазл, настольный развивающий пазл с цветными кнопками. Ева где-то у меня его давно видела, в общем, давно его хотела. И, наконец-то, они у нас появились. Три плюс они идут. Цена 199 рублей. Я снимаю вечером, уже лампа моя тут отсвечивает, так что не обращайте внимания. В набор, значит, что у нас входит. Игровое поле, решетка, трафареты, цветные кнопочки 46 штук. И вот правила игры. Перед началом игры уберите все кнопочки с игрового поля, установите сетку на игровое поле, выберите трафарет с картинкой и расположите его поверх сетки. Подберите кнопочку в соответствии с цветом кружочка, установите кнопочку в отверстие, соберите красочную картинку. Ну, в принципе, мне кажется, это для более маленьких, но так как Ева очень хотела, конечно же, я взяла ей, пусть играет. Вот, смотрите, какие картинки у нас тут есть. И, кстати, всего было две этих игры, больше не было в наличии. Динозавр. Потом, так, а сколько у нас тут этих картинок? 10 трафаретов у нас, представляете, как много? Затем вот такая вот мышка, наверное, это мышка обезьянки. А потом вот такая вот божья коровка. Дальше у нас идет домик, вот такой. Затем вот такие вот птички. Затем зонтик вот такой вот. Лягушечки на кораблике. Спящий мишка. И вот такие вот зверята. В общем, значит, 10 таких вот карточек. Вот она сама сетка, куда будем установить. Ну, и вот они сами кнопочки. Ну, я считаю, что неплохая игра за 200 рублей. Довольно выгодно, мне кажется, купить такую игру. Потому что, в принципе, сейчас где-то в магазинах игрушек все стоит гораздо дороже. Да, есть, конечно, в фикс-прайсе игрушки плохого качества. Есть нормального. Вот это, в принципе, нормально. Мы тогда купили что-то типа пирог в лицо. Я рассказывала. Ужасная, казалось, игрушка. Поэтому, в принципе, я ее никому не рекомендовала. Вот. Но вот это вполне себе неплохая игра. Дальше очень крутая новинка, которую я надеялась, шла и надеялась, что куплю. Это вот такой вот набор. Я уже много раз говорила, что Ева у меня очень любит рисовать. И вы посмотрите, какая прелесть. Цена сквозь 99 рублей. Можно отклеить. И даже вот сейчас в преддверии праздников, они есть в разных цветах этих коробках. То есть, можно и мальчику, и девочке. И на 23 февраля. То есть, можно подарить и на 8 марта, как дополнение к подарку. Здесь у нас 25 предметов. Ева у меня выбрала оранжевую коробку, потому что здесь кошечка нарисована. Цветные карандаши мягкие, премиум качество. Также идет точилка с крышкой и контейнером для сбора стружки. И фломастеры. Здесь 12 фломастеров, 12 карандашей и одна точилка. Ну, шикарно. Я уже всем порисовала. Посмотрите, как это выглядит. Очень удобно. Так вы знаете, кто любит рисовать для художников юных, так сказать. Карандаши треугольной формы удобно держать в руке. Они очень хорошо рисуют. Мягкие действительно. Вот верхний ряд это фломастеры. Фломастеры, нижний ряд. Так вот я разделю. Это карандашики. Вот даже вот взять карандаш. Он очень мягкий. Фломастеры все пишут тоже идеально. Посмотрите, какая прелесть. Я считаю, что это вот действительно шикарный подарок. Ну, в смысле не шикарный подарок. Я хотела сказать шикарный набор для ребенка за 200 рублей. Но где-то в каком-то другом магазине канцелярии вы разве купите такой набор? Мне кажется, нет. Ну, в смысле, вы купите его купите, но за такие деньги нет. А ну и точилку, если кому интересно. Фломастеры тоже треугольная форма. Вот она, точилочка. Обычная точилка. Ничего в ней особенного. Ну, вот так вот. Я увидела, купила быстрее и быстрее, потому что думаю, что их разберут очень быстро. Пятибуки у нас так и не появились пока что. Я в надежде, что к нам их все-таки когда-то завезут. Или, возможно, их уже разобрали. Но я все-таки надеюсь на то, что их к нам привезут. 200 рублей такой набор. Следующее, что я купила, это были два альбома для рисования. Они у нас очень хорошо уходят. Вот, помимо блокнотов, которые я коллекционирую, я покупаю еще общие тетради частенько и альбомы. Ну, альбомы мы как бы, в общем-то, используем. Поэтому в фикс-прайсе, вот, допустим, такой альбом, 48 листов, ой, 24 листа, простите, стоит 25.50 всего лишь. Ну, я выбрала, потому что здесь такие кошечки симпатичные, ей очень нравится. Белые листы хорошие, вообще никаких нареканий нет. И второй альбом, здесь вот такая вот сова прикольная была нарисована. Тоже 25.50, 24 листа. Следующее, что я купила, так, это вот такой вот набор. Это, по-моему, тоже новинка от фирмы Луч, кстати. Это раскраска блестками любимой принцессы. Так, а сколько она стоила? Или 77 рублей, или 99, по-моему, 77, если я не ошибаюсь. Ну, в чеке потом посмотрим. Значит, состав набора. Это краски с блестками три цвета, два рисунка для раскрашивания и кисть. Ну, тоже такой, знаете, для мальчиков, для девочек. Для мальчиков я там ничего не видела. А, ну да, для мальчиков нет. Вот такие вот наборы серии. Это все для девчонок в основном, видите, с принцессами. Также можно посмотреть, как смешивать цвета, советы есть. И как раскрашивать. Давайте посмотрим просто, что там внутри, чтобы вы себе имели представление. Ну, знаете, за 77 рублей, я считаю, тоже это довольно неплохо для ребенка. Такая вот принцесса и вот такая. Девочки, красавицы. И что там еще у нас есть? Три краски. Ну, в принципе, можно, знаете, взять свои какие-то краски. Ну, тут фишка в том, что они с блестками. Вот можно увидеть, они блестят, как глиттерные. И обычная самая кисточка. Вполне. За 77 рублей это очень хороший подарок. Все-таки в фикс-прайсе покупать выгодно канцелярию. Хотела еще к ней не купить, но, к сожалению, ничего там уже. Раскупили все, что было. Может быть, схожу в другой фикс-прайс. Вот видите, у меня свет мой отражается. Далее, что я купила. Вот Ева схватила вот эти вот карточки. Я ей как-то покупала, такие, другой набор. Она вот возьми и все, возьми и все. Пришлось взять. Она выбрала какие-то супер-задачки. Они идут 5+. Занять ребенка легко. Дома в дороге на отдыхе. Всестороннее развитие ребенка. Вторая игра на обороте карточки. Помоги медведю решить задачи. Супер-задачки. Давайте откроем. Я покажу, что тут примерно, чтобы тоже вы знали. Вообще, там разные-разные есть эти наборы. И от 3 лет, и от 4, и до от 6. О чем можно сказать? О чем можно сказать? Большой, рогатый, быстрый, твердая, хрупкая, прозрачная, широкая, теплая, мягкая, пестрая, длинная, опасная. Ну, то есть, я это читаю, а она должна подумать, о чем так можно сказать. 19, 9, в общем, сколько тут карточек? 15 карточек. Не знаю, почему вот эти вот циферки. Здесь надо разбираться, в общем. А, ну, с обратной стороны тоже есть какие-то. Вот смотри, на что похоже 3 загадочных рисунка на верхней картинке. Объясни свое решение. Ну, то есть, это вот для логического такого мышления. Довольно хорошие карточки, я считаю. Это, в принципе, можно брать. Мы просто быстрее, 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 быстрее. У них неохота была стоять там, где они крутятся в этих карточках. Да, и Ева сама выбрала вот именно этот набор. Поэтому, ну, раз выбрала, значит, будет по ним заниматься, так сказать. Они, по-моему, стоят 55 рублей. Дальше, что я купила, это была расческа. Она, знаете, ну, типа, тангл-тизер этот у меня есть, она. Но мне привлекло то, что здесь есть ручка. С ручкой очень удобно. 99 рублей. Мне кажется, подобные расчески уже были в фикс-фрайсе. Когда-то они есть вот с ручкой, и есть форма как тангл-тизер эти. Вот. Ну, обычные пластиковые расчески. Я даже не люблю ее пока из пакета доставать. Хотя, давайте достану. Также видела много обзоров у девчонок там фены, какие-то там плойки, что-то еще. У нас этого еще пока ничего нет. К сожалению, я бы, может, фен за 200 рублей купила. Знаете, куда-то с собой взять. Обычно никаких надписей, ничего. Но, в принципе, удобно то, что есть ручка. Потому что у меня тангл-тизер, это я как-то ее не очень с ней удобно. Единственное, она что ли у меня такая попалась, как будто бы сломанная. То ли они все такие. Я даже внимания не обратила. 99 рублей. Следующее, так, что у меня тут далее лежит, это был вот, кстати, опять для Евы. У меня много для Евы сегодня было. Вот такой вот шариковый пластилин у нас уже такой был. Я на Алиэкспресс заказывала. 77 рублей он стоит. Я взяла вот мятного цвета и розовый. Надо было еще желтенький взять, кстати. Что-то я не подумала. 77 рублей он стоит. Но это такая прикольная... Вот. Я сначала подумала, он ароматизированный. Нет, это такая прикольная штука. Знаете, он такой, сказать, как скажите, я вам скажу, липкий. То есть он между собой слипается. Можно всякие фигурки из него делать. И Добр Бобр шариковый пластилин. То есть можно лепить так же, как и спрессового пластилина. Просто он вот такой вот субстанцией клейки. Ну, запах не очень приятный, но не сильно в нос, как говорится, дает. Вот сейчас попробую вторую баночку открыть. Вот так вот он выглядит. Ну, по всякому случаю, прикольней, чем везун. И вот когда нервничаешь, можно его помять. Такой своеобразный антистресс. Дальше, что? Еще когда я зашла, я вообще увидела вот такую свечку. И, конечно же, я ее купила. Я же обожаю кактусы. В принципе, смотрите, она здесь не приклеена. Вот так вот выглядит этот стаканчик. Его потом можно будет использовать. Свеча растения. Это, возможно, было к дню всех влюбленных или нет. Вот это вот фирма Визлав. Не знаю. В общем, я взяла, потому что кактус. Я обожаю кактусы для декора на туалетный столик, куда-то на полочку. В общем, вот, 51, по-моему, рубль. Или 55 в чеке, потом посмотрим. Мне очень понравился. Затем, что я тут еще купила? Так, секундейшн. А, я купила вот этот органайзер. Тоже видела в обзорах. Думаю, ну, мне нужен обязательно. Вообще, какие были органайзеры в фикс-прайсе, я все покупала. Раньше они, конечно, были по 99 рублей. Сейчас вот он стоит 199 рублей. Но, посмотрите, он большой. Органайзер для косметики и аксессуаров, он большой реально. Поэтому, я думаю, что 200 рублей он стоит. И даже это дешево, мне кажется, для него. Крышечка вот она. Все на месте. То есть, очень удобный. Приспособлю. Вообще, довольна всеми органайзерами. И причем где-то на Алиэкспресс они стоят гораздо дороже. Вот точно такие же. Или в других где-то магазинах я видела. Даже вот в том же Галамарте, вот для крабовых палочек, хотелось сказать. Для ватных палочек, допустим, один в один, как в фикс-прайсе. Только в фиксе я за 99 покупала. А там она 100 с лишним рублей стоит. В общем, ладно, отвлеклась от темы. Затем взяли вот такой вот набор. Я его увидела, говорит, давай возьмем. Я говорю, ну, давай. Набор косметичка. Здесь у нас идет ручка и два маркера. Они там есть разные. Ну, Ева выбрала розовый. У меня есть, кстати, подобная ручка в форме помады. Ну, прикольно, конечно. Особенно для ребеночка. Тоже можно подарить. Я так понимаю, что это как, ну, тоже подарки. 8 марта. Возможно, так. Очень много на 23 февраля. Ну, мне ничего не надо. Вот так вот они выглядят. Смотрите. Сейчас я попробую пописать. Текстовый делитель. Ну, для девчонок, да? Это классненько. А как его открыть? Я чуть не могу. Что крутить? Куда крутить? Я сейчас еще что-нибудь сломаю здесь. Вот будет прикол-то. Я же не могу открыть, ребята. Ну, ладно. Ужас какой! Куда крутить? Как крутить? Что крутить? Ну, я так понимаю, вот эта крышечка должна сняться. Ну, у меня почему-то... А, все, сняла, ребят. Просто туго слишком. И вот, желтый получается. Ух ты, какой яркий. Классно. Супер. В общем, обычный маркер. А этот, наверное, будет розовый. Вот честно, здесь очень такие тупые крышки. Я не могу ее снять. У меня просто еще, знаете, руки кремом намазаны. Нет, фиолетовый, как я и подумала. Вот ярко пишет. И... Так, и ручка такая вот розовая. Ну, это обычная. Алиэкспресс тоже такого добра полно. Синяя пишет. Все хорошо. Так, а стоил он сколько? Я не помню. 55 или 77 рублей. Набор косметика. Вот. 51 рубль вообще, в принципе, недорого. Затем я купила эти вот сумочки, кошелечки. Вот такие вот. Ну, не могла я пройти мимо. Они, конечно, маленькие. Кошелек. 11 на 8 и на 3 сантиметра. Я взяла, значит, с единорогом, конечно же. С двух сторон замочек. Вот он. Они есть там разных цветов. Он, знаете, такой как бы немножко прорезиненный. Он не тканевый. Ну, приятная такая ткань. Ну, и внутри вот простой. Ну, Ева будет играть, в садик куда-то брать, еще куда-то. Затем вот такой кошелечек с арбузиками. И еще один, конечно же, это вот с такой вот кошечкой. С косаночкой. Далее, что я взяла, это был вот такой вот набор. Он, кстати, всего лишь 51 рубль стоит. Я думала 99. Сейчас вот по чеку посмотрела. Это подарочный набор. Доска, планшет, блокнот, ручка. То есть, здесь у нас ручка, планшет и блокнотики. Давайте я открою, в принципе. Вот, я не ушла без блокнотов, как видите. Кстати, блокноты с этими жидкостью до сих пор еще продаются. А то мне все время пишут, что я все скупаю. Блокноты вот эти вот с застежкой, с заклепкой там, которые с фламинго, с кленовыми листьями, они тоже есть в наличии вот в этом магазине. Поэтому, кому надо, можно их пойти купить. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Что тут? Вот так вот, смотрите. Он приклеен, в общем, этот блокнот. Вот, приклеен на клей. Непонятно, для чего это сделано. Вот такая вот обычная белая ручка. Но ничего такого особенного. И потом этот планшет, наверное, можно будет как-то использовать. Но вот этот блокнот, я вам сразу говорю, он приклеен. Так, и ручка. Ручка черного цвета, черная паста. То есть, вот такой обычный наборчик. Ну, пригодится, как он говорит, говорит, говорится, список писать, в общем-то. Еще что-то, какие-то заметочки сделать. Я взяла такой вот розовенький. И второй взяла вот такой, мне понравился. Тоже как дополнение к подаркам тоже можно. И еще одна покупочка. Это тоже типа блокнот. Не типа блокнот за 199 рублей. Это набор отравных листов для записей. Они у нас уже давно лежат. И я как-то, знаете, на них внимания не обращала. А потом увидела обзор и поняла, что мне срочно он нужен. Рассветки есть разные. Ну, я вот как-то такую с цветочками взяла. Чтобы не заморачивалась. Вот так вот он открывается. Смотрите, вот это вот здесь предел. Один какой. Ну, расписано, какие здесь есть листочки. Смотрите, какая прелесть. Это просто шикарно. Подарить, в принципе, тоже такое можно. Здесь все вот расписано по дням недели. Каждый лист. Я вот так вот сейчас приподниму. Вот здесь можно передвигать вот эту вот пленочку, если надо. Можно ее снять. Затем есть вот такие вот листочки для записи. Здесь клеевая основа. Какие-то записочки. Вот такие вот. Где-то заметочку сделать, приклеить. И вот такой листик еще. И затем есть еще какой-то вот такой вот конвертик на ниточку. Ниточка эта тоже, видимо, нужна для... Скажите мне, я вам скажу. Для какого-то, наверное, может быть, DIY. Сейчас я ее отмотаю. Конвертик открываю. И смотрите, в конвертике вот такой вот картон лежит. Ну, это, наверное, он как бы просто, чтобы форму держать. Я так думаю, нужен. Ну, это, знаете, для таких вот людей, кто любит всякие... Еще раз повторюсь, дневники вести. Там всякие DIY делать. Ну, мне очень понравилась вот эта вот задумка. Очень интересно. Очень-очень-очень-очень. 200 рублей. Ну, в принципе, как бы я считаю, что это недорого. Нормально. И здесь вот на магните. Вот в этом месте. Вот. Это были все мои покупочки. Я очень довольна, на самом деле. Потому что купила много того, чего я очень хотела. Давайте посмотрим чек. Так. Бонус я не списывала, потому что у меня опять была большая покупочка. И я решила, что пока буду копить. Потом, чтобы списать сразу немного. Вот. 1601 рубль я потратила. В принципе, на это все дело. Ну, не как в прошлые разы. Под вес лишний я тратила. Чуть-чуть. Как бы подешевле мне все это обожилось. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео. Новый обзор, новые покупки, новые болталки и многое-многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok